народная примета если набираешь телефонный номер на калькуляторе значит сегодня пятница всем привет и сегодня пятница 12 июля собираюсь на работу сегодня буду кушманить черешенку как обычно черешня у нас немножко подешевела меньше 300 рублей но выбирать ее надо уже по бубочке потому что портится поэтому наверное цену скинули и сегодня у меня обед необычный на обед я беру суши 9 сет между прочим чтобы вы знали они обычны потому что обычно и что обычно я беру супчики необычная обычно вчера свинкам снова поставила домик несмотря на обогреватель дополнительный сугрев не помешает потому что холодно слышь ты хозяин взял его носом пухнул эй хотя у нас в основном домики живет чижуля а рыжулька здесь где-нибудь или вот здесь или на сене тут под сенником ему так больше нравится у него чтобы теплее да пока снимала свинок зажегся свету вафельки значит 8 часов что там у тебя опять какая-то шерсть на роте я сейчас буду забирать отдай отдай козуля вот видите свет зажегся на сразу просыпается а когда у папы она жила она спала до обеда тимуля в спячке почти дай как обмануть то слушайте давайте одуванчик дам вся сам отвлечется на дуба на и у нее заберу вот это вот что прицепилась открывая рот можешь кидаться на ногу я разрешаю давай быстрее на работу надо собираться насчет ступоре спит чуть-чуть думала это от одуванчика на кусочек пока не тут лежат они не доспевают я победила все все можешь вылазить позже не пристану ты хорошая ты хорошая нравилась вылазь вылазь они понимают когда их гладишь когда жришь да ну давай чё ты мимо скажи завтракать еще рано ты со своими одуванами скажи мы пошли обеда только начинаем пищу принимать ладно пошла собираться краситься я уже в машине сегодня собиралась и гляньте какой ветер капец сегодня собиралась а утром сочинила стишок расскажу вам его бобыленьком потому что потом забуду ну и лето мерзнет нос по утрам я дед мороз одеяло не пускает лена быстро замерзает ну и лето вот вопрос когда будет теплый нос нос правда верзнет капец короче холодно сегодня опять кстати новые подписчики спрашивают где я живу живу я мурманске и часто задают такие вопросы нормально ли для нас это лето для нас это не нормальное лето потому что июль обычно здесь теплый хороший июнь как правило не очень хороший но тоже бывают теплые денечки а в этом лете всего лишь один теплый день я помню и он был в июне июль вообще дубак дубаком но хотя многие мне тоже подписчики пишут и так я вижу сейчас везде похолодание тяну хотя есть и жаркие местечки мое любимое кольцо давайте не накосячьте ребята все молодцы только такси тут блин ну ты чё такси мы чё ехали ехали наконец приехали ну чё делаем да они обе маленькие они обе рыженькие так смотрите вас 4 159 на чём мы там остановились на две штуки сербон ну я же здесь меня же можно спросить гаудо гаудо это не гауда 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 оттыкается или кладется не у меня не кладется надо поменять который вот кодил я бы сказал у меня вскрыли мою страничку потом по моим друзьям как пошли эти смс вышли денег и си день и мне два человека в пледу вычего бета не позвонили сначала вскрыли страницу ты представляешь всё я сейчас вообще в одноклассники не захожу я сейчас на вайбере. Очень хорошо общаться на вайбере, что там будет делать. Спасибо! В пятницу я только делаю, что работаю, работаю, работаю. То отпускаю людей или там, или тут на весах. Забиваю документы. Короче, у меня в пятницу работа есть всегда. Но сейчас люди все прошли, никого нету. Решила перекусить и одновременно работать. И да, суши я им вилкою, а не палочками. А палочки у меня остаются для цветов, для пересадки, для рыхления. Короче, пригождаются. А мы с вами едем в свою полочку, потому что мне ее продлевать сегодня. Вот. Я уже с продавцом связалась, и меня ждут. Все мне посчитают. Давайте, не боитесь. Пешеход всегда прав. Кто не знает, что такое своя полочка, для новых подписчиков объясняю. Это новый формат магазин. У нас в Мурманске он один, по-моему, пока что. Арендуешь полочку, выкладываешь свой товар, и тебе его продают в течение месяца по твоим ценам. Ты платишь только за аренду. В принципе, вещь классная. Не вещь, а организация такая, продаж. Потому что там ставят, как будто вот типа своя мини-комиссионка, какие-то вещи люди приносят. Не обязательно. Вот у меня там бижутерия новая. Кто-то может старое принести. Аренда полочки со старыми вещами стоит дешевле. Вот мы уже в центре Мурманска. Направляемся в сторону площади Пятиуглов. Эти вот вверху картинки я вам зимой показывала. В полярную ночь очень красиво светятся разными там картинами на тему севера моря. Так мало в городе машин. Это что-то с чем-то. Пятница, конец рабочего дня. Обычно в это время тут просто аншлаг. А сейчас три калеки в два ряда. Впереди опять же для тех, кто не знает гостиницы Арктика. Там много всякого чего есть. Не только гостиница. Всякие развлекаловы. Кафешки. Но я там тысячу лет не была. В принципе, я вообще тысячу лет нигде не была. Если быть точнее. А тут все реставрируют, реставрируют. Что-то долгенько. Ничего никак не доделают. А если я стану тут? На меня ничего не свалится сверху. Надеюсь, нет. Я немножко привезла, что-то оставлю, пофотографирую, что не хватает. Сережки довезу. Мы же так не можем в голове удержать. Ну да. Мои бывшие сотрудники пришли. У нас здесь девчонки стоят. У нас здесь девчонки стоят. Из гостиницы. Сережки-то, которые по 200. Разобрали там. Часики разобрали. Это мои бывшие девчонки приходили. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас на пороге стояли. Большие мои горничные. Все равно? Да. Они у меня со мной работали. Девчонки. Видишь, все... Сегодня мужик один дворник ко мне работал. Пришел такой, смотрит. Я вас где-то видел. Уже не ожидал мне в магазине. Я говорю, да. Где-то видел. Забыл, как я тебе обещал, что еще пьяный придешь. Не знаю, что это было. Семьголов, девятнадцатая. Все. Ты еще двести арендов. Ты еще двести. Ладно, все пофоткала. На днях тогда я что-нибудь довезу еще. Заеду. Сережки сюда добавлю. Потом, может, что-то сюда понакидаю. Ну, так вот я гружу. Это мое. Архидейка такая красивая. Это же светильник. Светильник? Да. Пятьсот рублей. Так на подарок даже купить. Не дорого. Коробочки, но классные. Ой, игрушки еще не посмотрела. Я думала, они разнообразие. Нет. Десять штук. Правильно? Игрушки вообще классные. Классные. Я тоже вяжу игрушки. Это вот она так и осталась. Это девочка была. А это что такое? Детские? Это дети слаймы делают. Это у меня племянница. Она больная на эти слаймы. Это специально для них, чтобы делать. Да? Триста девяносто. Не буду. У нее на потолке меня брат убьет, если я куплю. Сейчас вот эта приходила кормичная наша. Она говорит, слушай, представляешь, это же малая тоже пищит слаймы-слаймы. А она говорит, раздавили в кровати, зеленый слайм, а он еще с такими глазками пупырышками. А она пупырышками. Все говорит, это вдавилось, а я зеленый цвет, или так стиралась. Это капец. А это, как я поняла, девочка. Она их делает, наняла визажиста, который ей все это оформил. А, я поняла. Держу молодого рука, она вот мне все это сделала, это не создала. Сейчас популярно. Но они вот это качество лучше, даже вот эта женщина, Анжелита, которая сдает вот это. Маленький, да? Да. Она говорит, у нее качество лучше, но много чего. Это тоже слайм? Да. Все, Тать, спасибо. До встречи, пока. И вам спасибо. Да, и вам спасибо. Все, Лена уже едет домой. Я так довольна сейчас, вот как я побывала в полочке. Во-первых, все заранее было подготовлено. Все цифры, все продажи. Не надо ничего ждать, как при прежней хозяйке. На полочках порядок. Там все, конечно, зависит от продавца. Новая хозяйка оставила лучшего из продавцов, которые там были. Она, видимо, занимала когда-то руководящую должность. Очень такая грамотная, хорошо разбирается в продажах. Вежливая, разговорчивая. Смотрю, к ней все идут. Соседи хотела. Какие-то бабульки заходят и все-все-все. То есть женщина приятная, женщина хорошая. Продавать умеет. Продалось для лета даже больше, чем продавалось в зимний период. Допустим, если сравнить, любой месяц взять. А это лето. А летом вообще, можно сказать, народу никого нету. То есть как бы я довольна. Умничка. Алло. Да еду с Моисея. Тут на нижней дороге такая пробка в сторону дома. Или авария какая-то. Или, может, сейчас спит. Вот под мостом. Ну, давай. Позвонил. Муж меня потерял. Говорит, может, там дорогу ложат. Еду. А тут прям вообще пробка пробкой. Ужасно. Обычно в ту сторону в такое время пробки не бывает. Походу мы сейчас увидим, в чем причина задержки. Все объезжают по обочине справа. А по какой причине, я не пойму. А, кто-то слева. Кто-то справа, кто-то слева. И всего лишь вот эта вот одна большая яма. Держала такую кучу народу. Дело в том, что тут легко проехать. Это не надо особо притормаживать даже. Кошмар. Все. Дорога свободна. Ой, идиотизм какой-то. Пришла домой. Гарнир у меня не было. Мужу в ночь на работу предложила ему на выбор рис, гречку и картошку жареную. Он сказал картошку. Давно уже я не жарила. Это у меня воронежское сало. Сейчас будет вкусная картоха. Картоха не знаю чья. И бульончик поставила варить. Мясо тоже, кстати, воронежское. Брала чуть-чуть совсем свининки на первое. Вот. Тоже все вкусное будет. Проводила мужа на работу. Тем временем сварила себе супчик. Самый простой, что можно сварить. Куриный бульончик. Картошечка. Фасолька с баночек. И зеленый лучок. Первое буду варить завтра. У мужа есть бульон. На завтра просто куриный с мясом. Я с его бульона как раз отобрала и себе сварила. Сейчас пожарим ему опять котлеты. Пусть трескает. До этого я ему жарила чевапчики. Жарила отбивные с куриной грудкой. Он их ест. Он не с таким удовольствием. Котлеты он любит. Ну и пусть и ест. Опять те же оладики взял на работу с собой. И вот эта гора ему дня на два. Может быть кто-то скажет однообразие. Ну нравится ему оладики. Пускай ест оладики. Тем более дешево и сердито. Что там кефир, мука и яйцо. На улице давно вы не видели моего градусника. Вернее термометра. Вернее измерительного прибора температуры. И сейчас я пойду монтировать видео. Хочу сделать на 16 июля видео. К маминому дню рождения. К Дуняшкиному дню рождения. Будет немножко необычного формата. Ничего там такого супер-пупер навороченного не будет. Времени нет что-то придумывать. Но сделаю необычное видео для моего канала. Так что 16 июля заходите. Если все нормально, я его выпущу. Одно и второе будет два. Посмотрите. А на этом я с вами попрощаюсь. Всем пока. Всех люблю. И до новых видео.